Продолжаем выпуск. 25 тысяч гектаров кукурузы предстоит засеять этой весной земледельцам Терского района. Посевную аграрии начали, однако уже сейчас они обеспокоены, удастся ли реализовать урожай. К осени по цене за килограмм зерно становится действительно золотым, но не для покупателей, а для производителей. Себестоимость кукурузы на 30% больше, чем у колоссовых. А купить эти затраты удается далеко не всегда. Почему и где выход, выяснял наш спецкор Сафар Гириев. Посевная в разгаре. Небесная канцелярия дала добро на это. Нынче у земледельцев задача одна. В кратчайшие сроки заложить семена кукурузы и подсолнечника. Все ли есть для этого? Что сегодня волнует аграриев? Что мешает? Даже ответить на эти вопросы нет времени, потому что процентное содержание влажности в почве близка к нулю. И чем быстрее семена попадут в нее, тем высока вероятность получения впоследствии высокого урожая. На полях плановских арендаторов работа кипит. В фермерском хозяйстве Кизовых используют современные технологии высева семян богатырской культуры. До начала посевной поле было обогащено минеральными удобрениями. Каждый год вносим удобрения по 200 кг с каждого гектара, чтобы хорошо выросло и урожай нормальным был. И теперь одновременно с семенами вносится нитроамофоз. Это плюс 20-30% к урожайности участка. Семена закупили импортные, американские. Дорого, но надежно, говорят, в хозяйстве. Наши доработки не делают, поэтому наши семена могут обмануть. Раньше отечественные солдаты при коммунизме. Проблем много. Это и раньше проблем было. Реализация очень трудная сейчас происходит. Цены падают, а семена на технику, на солярку, все поднимается. А отдачи нет. Надо ждать, пока цены поднимают или подходящего момента надо ждать. Вечная проблема кукурузоводов – угадать, каким будет спрос, а соответственно и цена на зерно осенью. И так из года в год. Перед дилеммой – оставить кукурузу в приоритете или все-таки отдать предпочтение овощеводству и соседей тирчан – урванцей. Подготовлюсь еще к весне, где-то за месяц все приготовили. ГСМ закупили, семена закупили, удобрения все закупили и начали. Все нормально. Проблема у всех – это реализация, когда подходит все. И ничего не окупается, ни ГСМ не окупается, ни работа, ничего не окупается из-за этого все. Цена падает на грузы и реализовать невозможно вообще. Мы всегда об этом думаем и пока безрезультатно. Это когда Таруин славился своими богатыми урожаями богатырской культуры на всю страну. Теперь здесь не рады своим достижениям. В прошлом году килограмм золотого зерна стоил максимум 3,5 рубля. Цена смехотворная. Это за все труды и затраты, говорят кукурузоводы. Выход один – планирование. К этому несправедливо забытому механизму советских времен уже не первый год призывают вернуться эксперты аграрии. Взять на себя эту функцию могли бы районные сельхозуправления. Но, во-первых, специалистов, способных анализировать тенденции на мировых рынках, в республике единицы. А даже если бы были, их предложения могут носить только рекомендательный характер. Прислушаться к ним или нет, частник решает сам. Вот и получается, что каждый выживает как может. Сафар Гиреев, Анатолий Гирико. Вести Кабардино-Валкария.